МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы возглавляете достаточно значимое и крупное структурное подразделение администрации города Симферополя. Уже многие годы говорится о необходимости борьбы с таким явлением, как стихийная торговля в нашем городе. И именно этими вопросами ваше структурное подразделение активно занимается. Расскажите о том, насколько сегодня, может быть, активно или, наоборот, может быть, на достаточном уровне активно ведется борьба с этим явлением? По поручению главы администрации Геннадия Сергеевича Бахарева данная работа проводится департаментом АТК уже начиная с ноября месяца 2015 года. Работу проводим активно. Практически у нас ежедневные рейды совместно с полицией города, совместно с ветеринарной службой, а также МУПа Мэкоград, который помогает зачищать площадки после того, как уходят стихийщики от мусора. Данная работа, еще раз повторюсь, сегодня проводится ежедневно. Проводится она нашими специалистами с 10 часов утра до 17 часов вечера. Блокируются участки улиц, на которых происходит вот эта нелегальная торговля. В основном это у нас, конечно, центральный рынок Переулок Пионерский, проспект Победы, улица Дмитрия Ульянова, улица Залезская, Мозгольцо, Белокуна. То есть порядка 7-8 основных мест стихийной торговли. То есть мы можем сказать, что город практически по наиболее проблемным местам, он охватывается, да? Да, он охватывается. И также по субботам мы проводим рейды в районе Залезской, там, где проходит ярмарка, и также на Грессе, где проходит ярмарка. Там тоже стихийщики собираются рядом с ярмаркой, под видом ярмарки зачастую. И также мы проводим работу, составляем административные протоколы по статье 6.1 ЗРК 117. Ну, одним словом, данная работа ведется системно, но благодаря стараниям главы администрации сегодня ведутся переговоры и, возможно, на этой неделе уже будут заключены договора с частным охранным предприятием Нева по вопросу патрулирования данных территорий, чтобы мы занимались непосредственно все-таки тем, чем должны по положению заниматься. Это контроль санитарного состояния и благоустройства городской территории. Ну, а ЧОП Нева будет патрулировать данные территории, которые мы им передадим после того, как освободим от стихийной торговли. То есть я понимаю, что это велась торговля, вы ее зачищаете, да? И потом ЧОП наводит порядок текущий уже, чтобы там никто не собирался. И в дальнейшем уже мы поможем, естественно, ЧОПу, чтобы он там смог эту работу вести, и мы покинем эти места дислокации, и дальше будет ЧОП работать сам. Это по определенным местам будет ЧОП работать? Да, по определенным местам, которые я уже перечислил. А сегодня в городе продолжается весенний двухмесячник по благоустройству и санитарной очистке города. Активно в городе сегодня ведется работа и мупами жилсервисами по санитарной очистке, и мупа Майкоград, как вы уже говорили. Скажите, насколько все-таки сегодня положение дел по санитарному состоянию города, в каком положении находится? То есть по-прежнему мы же слышим то, что пишут там и горожане, и звонят. Все-таки проблема остается. Санитарная очистка, вероятно, не на должном уровне. Каково сегодня состояние? Ну, хочу сказать, что проблема любой столицы, конечно, это санитарное состояние. Не только у нас такие проблемы, они во многих городах Российской Федерации. Согласно годовому плану, утвержденного главой администрации города Симферополя, нами системно проводится мониторинг всей территории городской, нами фиксируются факты случайных навалов мусора, локальных навалов мусора, веток и так далее. Вся эта информация фиксируется, и фотофиксация направляется в МУП «Экоград», в жилсервисы районные, ну а также в ДГХ, естественно, для обобщения. То есть это стихийные свалки, да? Ну, как таковых стихийных свалок у нас стало меньше, и хочу заметить, что за год работы, то, что я наблюдал картину в апреле прошлого года, как по дорогам, так и по стихийным свалкам, значительно ситуация улучшилась. Значительно улучшилась, есть, да, локальные места, опять-таки, это касается частного сектора, где зачастую жители, ну, просто не хотят пройти лишние 100 метров и сваливают по привычке пакеты там, где всю жизнь их и сваливали. Если мы будем эту работу вести не только с точки зрения административной практики, а и также по телевидению, радиовещанию, в средствах массовой информации, надо все-таки объяснять людям, что культура начинается с твоего порога. То есть не там, где убирают, да? Абсолютно верно. Убирать надо и, безусловно, убирают, но если все-таки люди будут свой мусор выносить на контейнерные площадки, а также заключать договора с МУПом Экоград на вывоз мусора, есть такая программа прекрасная, мини-контейнеры, которые раздаются населению, они могут храниться у них на территории частных домовладений, там не такая уж большая оплата ежемесячная, собирают они там мусор, подъезжает машина в назначенное время и забирает. И проблема решается. И такая работа активно ведется. Уже тысячи договоров заключены, но еще есть над чем поработать. Взаимодействие, вот вы говорили, с департаментом городского хозяйства, с МУПом Экоград достаточно плотное? Да, плотное, а по-другому не может быть. Если мы не будем взаимодействовать, то работа не будет вестись. У нас же контрольные функции, у них функции исполнительные. Поэтому, если мы не будем с ними плотно и тесно взаимодействовать, то работа не будет вестись. Вот даже на примере стихийной торговли. Ежедневно МУП Экоград выделяет специализированную машину, которая собирает весь мусор и эти территории приводит в порядок. Эта машина, она ездит с нами по всем этим местам стихийной торговли. То есть, фактически, они даже содействуют вашей работе, да? Безусловно, а без них работа, она не показательна будет. Если мы уберем стихийную торговлю с улицы, она не останется, куча ящиков, мусора и так далее, то в чем смысл тогда? Одно из проблем старого города, вы знаете, да, старый город, центральная часть фактически Симферополя, остается антисанитария, отсутствие канализации и так далее. Зачастую именно из-за этого разрушается фактически дорожное полотно на многих улицах старого города, потому что стекает практически, старый город у нас на горе находится, и нечистоты часто стекают прямо по улицам. Какая-то работа в этом направлении делается. Вот какой, на ваш взгляд, вы видите выход из этой ситуации? Вы правы, старый город – это действительно проблема. Отсутствие централизованной канализации, конечно, очень отрицательно сказывается на санитарии. Сегодня собственники частных домовладений в этих районах города зачастую в нарушении всех норм и правил не обустраивают выгребные ямы у себя, а зачастую просто напрямую сливают, устраивают нелегальные канализационные сети и сливают все эти нечистоты прямо на дорогу. Естественно, дорожное полотно разрушается, и несмотря на то, что и в прошлом году мы ремонтировали на данных улицах дорожное полотно, сегодня можно взглянуть все то же самое и требует ремонта. Конечно, мы проводим рейды совместно с полицией, выявляем данных владельцев домовладений и применяем к ним административную практику по нарушениям правил благоустройства, это статья 3.1 ЗРК 117. И все-таки как видите дальнейшее развитие событий? Потому что тут как бы сама по себе проблема-то очень глубокая, да? То есть пока не будет канализации, будет литься, пока льется, значит, будете штрафовать? Ну, не совсем только в этом проблема, все-таки внутренняя культура каждого человека. Ну, не так сложно обустроить выгребную яму, и существуют специализированные автомобили, которые могут собирать эти отходы и вывозить в установленные места. Кстати, хочу в двух словах сказать, по этим автомобилям, цистернам, которые забирают эти нечистоты, также мы проводим работу и по ним. Потому что зачастую уже вот есть факты, есть некоторые водители, которые неоднократно попадались к нам в административную комиссию и составлялись на них протоколы и выписывали штрафы. Это они несанкционированно сливают вот эти нечистоты в городскую канализационную сеть. Через люки, буквально поднимая люки и сливая туда эти нечистоты без согласования с владельцами коммуникации. Это тоже грубое нарушение, и также за это мы на них составляем административные протоколы. Мы можем говорить, что в старом городе это как бы повсеместно, или все-таки это не все? Это не только в старом городе, это по городу разъезжают эти машины, и если нет контроля, то они стараются слить именно в канализационную сеть. То есть, наверное, это скорее проблема частного сектора в любом районе. Да, это в любом районе проблема частного сектора, но если бы все обустроили себе выгребные ямы, а сегодня достаточно много технологий, как это сделать, то проблема была бы снята. Я считаю все-таки, даже на данный этап, на данном этапе, когда нет возможности финансово сегодня централизованную канализационную сеть провести в старом городе, это целая программа, это огромные деньги, но на сегодня пока нету такого проекта. Тем более там в целом надо рассматривать всю реконструкцию старого города. Естественно, всю реконструкцию, конечно, одну канализацию никто делать не будет. То необходимо просто соблюдать правила благоустройства, и я думаю, проблема снимется. Сказать, что сегодня в городе существует транспортная проблема, да, это тоже все равно, что ничего не сказать. Мы видим, что машины паркуются не то, что уже даже на проезжей части, а в местах благоустройства, в местах, что просто дико, это зеленых зон наших парков, скверов и так далее. Насколько сегодня ведется работа по все-таки борьбе с таким явлением, как вот нарушение правил парковки? И глава администрации очень обеспокоен этой ситуацией. Как вы знаете, по средам проходят у нас встречи с общественностью, и общественность очень обеспокоена этой ситуацией, потому что количество автомобилей в городе резко возросло, соответственно, сложно припарковаться. И некоторые нерадивые автовладельцы начинают парковаться прямо на газонах. Такая проблема действительно остро сегодня существует в городе Симферополе. И нашему департаменту было дано поручение совместно с ГИБДД и МВД привлекать к административной ответственности недобросовестных водителей, в том числе по правилам благоустройства. В адрес департамента постоянно поступают жалобы от жильцов, от общественности о парковке автомобилей на зеленых зонах и во дворах. Так, недавно было коллективное обращение по проспекту Кирова, угол Зои Жильцовой, там небольшой скверик, который заездили настолько, что там зеленой зоны уже сегодня нет. Но при помощи МВД и нашей помощи сегодня там уже практически никто не паркуется. Ну, надо уже думать, как восстанавливать благоустройство на данном участке. Также у нас остаются улица Самокиша, улица Говена, улица Киевская, Карла Маркса, очень по Карлу Маркса в последнее время массово поступают жалобы. Мы проводим работу, выезжаем совместно с ГИБДД, мы передаем, собственно, фотоматериал по этим автомобилям, фиксируем нарушения, передаем в ГИБДД для того, чтобы они нам официально дали ответ, кто является владельцем данного автотранспортного средства. В дальнейшем мы к ним применяем уже административную практику. То есть уже есть практически оштрафованные за это листы? Я вам скажу, у нас есть практически оштрафованные, и у нас более 50 протоколов уже составлено только по 3.11. Парковка в зеленой зоне, да? На постоянной основе каждое воскресенье совместно с ГИБДД и МВД мы проводим патрулирование зеленой зоны на прилегающей к авторынку территории. Но хочу отметить особо про этот участок. Там он прилегает к жилой зоне, там и частные дома, там и многоквартирные дома. Но мы встретили ожесточенное сопротивление автовладельцев, и дело в том, что там фактически происходит нелегальная продажа автомобилей. Есть люди, которые этой нелегальной продажей занимаются. Поэтому были и провокации со стороны... Да, вот в чем было выражено противостояние? Противостояние в том, что они утверждают, что там нет зеленой зоны, нет паспорта зеленой зоны. О какой зеленой зоне может речь идти, если годами там ездили автомобили? Хотя там, собственно, и должна быть трава. Но ее никогда не будет, если там будут ездить автомобили. Поэтому они крайне негативно встретили наше появление на данной территории. При этом им разъясняют сначала, объясняют, что на территории рынка есть бесплатные парковочные места. Есть платные парковочные места. Проезд свободен, никаких ограничений нет. Нет, тем не менее, они пытаются... Буквально в прошлое воскресенье на нашего сотрудника накинулось человек пять. Провоцировали его на неправомерные действия. Естественно, он не подался. Они еще утверждали, что они журналисты, фотографы и так далее. И требовали, чтобы на них составили протокол для дальнейшей передачи данного протокола в соответствующие инстанции. Ради бога, пусть передают. Мы в рамках закона действуем по 117 ЗРК и по правилам благоустройства города Симферополя. И мы будем вести эту работу. Немного времени осталось. Не могу не спросить. Сегодня достаточно много в городе Симферополе строится объектов. В СМИ появляется, неоднократно уже появлялась информация о том, что многие строительные объекты ведутся, строительство ведется в нарушение норм соответствующих. На ваш взгляд, сегодня как обстоит вопрос вообще с культурой ведения работ на строительных площадках Симферополя? Ну, когда мы начали эту работу, уже в ноябре, когда был создан департамент, я вам скажу, практически ни на одной строительной площадке не было установлено пункта мойки колес. То есть вынос грязи был повсеместно. Особенно в осеннее время, в зимнее время от каждой стройки шел шлейф грязи. Мы очень плотно занимаемся этой работой. Конечная цель нашей работы заключается в том, чтобы обязать застройщиков содержать в чистоте и порядке территорию своей строительной площадки, ограждение прилегающую территорию и обеспечить благоустроенные выезды с данной строительной площадки с обязательной установкой пункта мойки колес. С этой целью в феврале 2016 года крупным застройщикам города Симферополя были разосланы уведомительные письма с перечнем тех норм и правил, которые им необходимо соблюдать. Я хочу сказать на сегодня, вот мы буквально на прошлой неделе проводили совместное совещание с главным архитектором города, с управлением архитектуры и градостроительства у нас в департаменте и пригласили всех крупных застройщиков. И надо сказать, практически все откликнулись, практически все выполнили установленные сроки предписания, отчитались, но и мы также, конечно, проверили выполнение предписания. Сегодня можно уже смело сказать, что работа в этом направлении сдвинулась с мертвого места. На всех площадках оборудованы пункты мойки колес, а также все ограждения практически приведены в порядок, либо уже приводятся в порядок. Ну и хочу сказать, что при выявлении нарушений в сфере благоустройства и санитарного состояния те организации, которые нарушали, они были привлечены к ответственности. Среди них такие крупные застройщики, как первая инжиниринговая компания, это группа компаний «Водоград», «Гипмонолит», «Крымстройгарант», это группа компаний «Гринвуд» и так далее. На них были составлены протоколы по статье 3.11 нарушения правил благоустройства. У нас совсем немного времени. Последний вопрос хотелось бы успеть задать. Административно-технический контроль, ваш департамент, это фактически департамент, который осуществляет, как мы уже говорили, борьба со стихийной торговлей, незаконным строительством, точнее, незаконным строительством, нарушением правил строительства и так далее. Естественно, рассматриваются все эти протоколы, естественно, выписываются штрафы. Как активно сегодня пополняется бюджет за счет административных штрафов? Ну, выписано протоколов много, но тут надо отметить, что административная комиссия — это коллегиальный орган. Поэтому, когда приходит нарушитель тех или иных правил благоустройства или правил торговли, то, естественно, подходят, во-первых, коллегиально к решению по штрафу, либо отмене штрафа, либо назначению предупреждения. Поэтому тут исходят из того, в первую очередь, первый раз человек совершил данное нарушение, знал ли он о данном нарушении, сколько у него детей и так далее. То есть индивидуально рассматривать социальные моменты все учитываются. Пенсионер, инвалид и так далее. То в этом случае зачастую только ограничиваются предупреждения. Потому что я считаю, что наша работа — это не только штрафы, административные протоколы, это все-таки правосознание в первую очередь и консультативный характер нашей работы, чтобы люди знали, как правильно все делать. Их надо обучить, они в новой действительности. Я считаю, что это в первую очередь. К сожалению, это все, что мы успели рассказать в нашей сегодняшней программе. Я думаю, что мы и в дальнейшем вернемся к этим вопросам, потому что они, думаю, для Симферополя будут еще достаточно долгое время актуальными. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что сегодня гостем нашей студии был Юрий Бравников, начальник департамента административно-технического контроля администрации города Симферополя. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. Встретимся на следующей неделе в это же время. Будьте здоровы!